Резонанс 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 сложным врачам, как они выбирают, кто хороший врач, кто плохой врач, и как нам дальше жить вместе. Где мирило. Где нам дальше жить. Сегодня очень интересная у нас экспертная группа. Я вот хотел бы подвести и понять, Павел, вы руководитель большой клиники. Сити клиник, двух. Да, даже двух. Это вообще, вы, к большому счету, знаете, я вас читаю постоянно в соцсетях, потому что вы вектор времени, к большому счету. Не дай бог. Так и есть, правда? И вы пишете честно. И в отношении и пациентов, и врачей. Стараюсь. Но Елена, это человек, который пострадал. Ее, по сути, не просто оклеветали. Ее посадили. Павел, чтобы немножко озвучить ситуацию. Это было возможно, в принципе? Возможно, в принципе, что? Допустить ошибку. Возможность допустить ошибку есть всегда. У любого врача в любой момент времени есть возможность допустить ошибку. Даже при постановке градусника. Это не проблема. Проблема же не в ошибке, проблема в наказании за ошибки. А тут как бы... Ошибку может сделать любой врач, даже самый опытный. Тем более, чем опытнее врач, тем больше у него шансов допустить ошибку, поскольку любая процедура имеет запрограммированную ошибку внутри себя. И, соответственно, как мы понимаем статистику, если есть шанс сделать одну ошибку на 100 случаев, то на 100-м случае у тебя, скорее всего, будет одна ошибка. И она может быть у тебя на втором случае, на 15-м, а может быть и на 100-м. Поэтому чем больше ты делаешь процедур, тем больше вероятность совершить ошибку. Мы знаем, что Елена Николаевна к моменту проведения вот этого заполученной трепанобиопсии выполнила их около 8 тысяч. Но мне кажется, это такая условная цифра. Нет, почему? Это вполне нормальная цифра для человека, который работал в гематологическом центре. Они там каждый день делают по 5-6 трепанобиопсии, поэтому ничего сложного в выполнении такого количества процедур доктору, работающему с 98-го года до 2013-го, нет в принципе. Это еще не так много. Поэтому... С точки зрения анатомии это было возможно? Еще раз говорю, анатомия вообще фантастическая история. С ее точки зрения возможно все. Да, но вот нету... Нельзя сказать, что ошибка невозможна. Это неправильно. Ошибка возможна всегда. Даже когда кажется, что она невозможна в принципе, она все равно возможна. Теоретическая ошибка может быть. Насколько она была в этой ситуации, мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем. Я думаю, что ее не было. Есть, я думаю, не менее, а уж даже скорее более квалифицированные в этой проблеме, чем я, эксперты, которые скажут, что она, возможно, была, а может быть, и была точно. Но я хочу озвучить то, что, в принципе, все медицинское сообщество не просто это подняло, это подняло эту тему. Они смотрели и просматривали то, что есть в интернете, то, что есть в Патмеде, то, что есть в больших соцсетях и то, что есть, в принципе, в мировой практике. И, в принципе, меня удивляет только одно в этом деле. А врач вообще может быть уголовно наказан? Вы как руководитель секции стоматологических ассоциаций России и магистр права. Объясни нам, как это может быть? Значит, что я вам хочу сказать по поводу данной проблемы. Ну, во-первых, я с данным делом, конечно, я не знаком, потому что я не участвовал в нем. Я меньше знаком с уголовной ответственностью. Я специалист в области гражданского права, то есть цивилисты, так называемые. Но, правда, доказательная база, что там, что там одинаковая. Значит, что я могу сказать? Что существуют координаты доказательств медицинских, медицинской области, существуют координаты доказательств В правовой области существуют координаты доказательств в бытовой жизни, там больше этические нормы и так далее. Поэтому в данном случае, если мы говорим вот сухой язык юриспруденции, в данном случае речь идет о тех правилах игры, которые предусмотрены в юриспруденции. Если быстро, вот картинка, значит, она подходит к уголовной ответственности. Вот этапы взаимоотношений клиника-врач-пациент, которые проходит пациент вместе с медицинской организацией и работниками, которые оказывают. С правовой точки зрения, она одобрена моими коллегами, в том числе даже профессорой юридической. Смотрите, видите, заключение договорных отношений, обращаю ваше внимание, неписьменный договор, получение добровольного информированного согласия, фиксация факта оказания услуги, отказ от медвмешательства. Ну вот внизу еще есть два контура, которые присущи всем четырем этапам. Вот это такая некрасивая, незрелищная схема. Они должны понимать все те, кто работают в области медицины, то есть медицинские работники, даже не врачи. Если они знают, что такие этапы проходят, если они знают, что вот второй и четвертый этапы, это получение согласия и отказ от медвмешательства, это специфика только медицины с документальной, в том числе доказательной точки зрения, то риск сильно снижается. Потому что сегодня, когда ранее меня приглашали, сказали, что как снизить риски, хочется услышать раз. И самое главное, что там с реалиями жизни. В этом этапе рефрена я и хочу поговорить. Да. Значит, возвращаясь к той теме, о которой вы говорили, значит, с точки зрения доказательной базы, давайте посмотрим взаимоотношения. Да, вот пациент получает услуги. Это бытовая формулировка. На самом деле, это всегда договорные отношения. Да. Неважно, в письменной или в устной форме. Можно не заключить письменный договор, договорные отношения остаются. И дальше существует такой профессионально-циничный подход. Значит, медицинская организация руками персонала выполняет определенные обязательства. Пациент выполняет тоже определенные обязательства. Ну, как минимум, там, являться на прием или если это стационарное лечение, значит, находиться в стационарном учреждении и следовать каким-то рекомендациям. Ну, например, там, по приему лекарств. Там, ходить на процедуры, следовать там еще чему-то и так далее. Дальше начинается идти оценка. Выполнила организация свои обязательства или нет? Обращаю ваше внимание, не в первую очередь достижение конечного результата, а выполнение обязательств. Как только речь идет при хорошем достижении результата, вылечили онкологию четвертой степени, есть основания для судебного иска? В принципе, да. Если посмотреть, что при достижении этого результата не были выполнены обязательства, можно получить и гражданские выгоды, в том числе деньги, и, возможно, говорить об уголовной ответственности. Например, что происходит на практике? Если при вот этом лечении, которое я привел, возникли некие последствия, они же могут возникнуть, осложнения, аллергические реакции, о которых не предупредили, есть предмет для судебного разбирательства и для выигрыша. Есть прецедент. Вот правовые реалии. А если мы прописали их в информированном собрании? Если мы их либо прописали, это более легкий способ доказательства, либо доказали, что они звучали устно, что не обязательно письменный документ, доказали в суде или во внесудебной работе, не обязательно же в суде разрешать, что это имело место, значит, основания нет, значит, у нас сильная позиция, значит, мы доказали, что мы соблюли вот эти правовые правила игры. А можно я задам вопрос? Разумеется, конечно. У меня вопрос юридический, я все время забываю задать юристам, когда я с ними общаюсь, вот такой шанс, когда прямо рядом с юристом сидишь, который тем более специально занимается медицинским правом. Вы сказали очень грамотную вещь по поводу того, что и клиника, и пациент берут на себя определенные обязательства. Да, договорные. И мы всегда знаем про игру в одни ворота, что у клиники обязательств полно, а у пациента с обязательствами как-то сложно. Вот я в свое время случайно совершенно в законе, по-моему, в 323-м федеральном, встретил формулировку ответственное самолечение, которая подразумевает то, что пациент ответственно исполняет все назначения, которые ему назначает доктор, находясь дома, вне клиники, да, при амбулаторном лече-режиме. Если это стоматология, я понимаю, чистит зубы. И, в принципе, если пациент не чистит зубы, у него что-то случилось с зубами, я так понимаю, что клиника может на этом сыграть в случае защиты или нет. А это тоже одно из обязательств соблюдения гигиены полустиртовой. Игорь, вы озвучили свою позицию, и, в принципе, вам большое спасибо за то, что вы озвучили ее очень честно, прямолинейно, в отношении, знаете, не то, что даже медицинского мира, а вы где-то озвучили позицию, потому что вы знаете всех нас, вы знаете, что такое пациентом быть. Увы, да. Да. Я хочу услышать, как вот можно найти вот это мерило, с точки зрения юриста? Ну, вот, пожалуй, я читаю очень много... Издали, я могу ответить вам на этот вопрос, на самом деле, давайте все-таки вернемся сначала вот к первой причине, да, то... Исконной, исконной, да. К исконной, да, и посмотрим немножко шире. Ну, во-первых, знаете, есть такая, мы над ней часто смеемся, старые еще времен Второй мировой войны, что когда приходили за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист, потом приходили за евреями, я молчал, потому что я не еврея, потом, когда пришли, за нами некому было говорить. Ну, сейчас это воспринимается иронически, да, потому что обычно такой алармизм в этом звучит. На самом деле, дело Миссюрины далеко не первое. 1791 уголовное дело, а устное поручение главы Следственного комитета, партия сказала, надо, как я уже говорил, комсомол ответил, есть 6000 примерно было обращений, 1791 уголовное дело, не знаю, сколько на них было доведено до суда и до заключения, но уверен, что не одно. Проблема огромная, и проблема в том, что она, конечно, не только проблема с врачами, проблема вообще во всей нашей правоохранительной системе, в системе судебной, в системе правоприменения. Раз у них есть молоток, которым они пользуются, этот молоток у них из рук надо убирать. То есть, если мы посмотрим конкретно на этот кейс, были приняты как доказательства показания эксперта, который не имел права их давать, и не были приняты показания эксперта гораздо более квалифицированных, если не изменяю память, или двух, да? Двух, двух. Судебный сказал, что вообще этот человек не в себе и уму лишал. Значит, надо из недр медицинского сообщества делать некое экспертное, действительно, не просто экспертный какой-то совет, А экспертный совет, который должен быть принят Министерством здравоохранения, и на уровне самых первых лиц государства, обязать, чтобы при делах, связанных с врачебными, я не хочу говорить слово ошибка, потому что у нас вообще такого понятия нет в законе. Игорь, а позвольте, я вот сейчас... Это статья, одну секунду, статья за причинение смерти по неосторожности. Вот оттуда медиков надо выводить. Это первое. Второе, при этом мы должны честно сами себе признаться, что медицинские ошибки есть, чудовищное положение с медицинским образованием есть, и качество врачей, выпускаемых сейчас мединститутами нашими, к сожалению, даже близко не дотягивает до нужного уровня. Но это не дело следователей. Само медицинское сообщество должно сделать так, чтобы качество... Ну, понятно, что это не от самого медицинского сообщества зависит, да? Но некий самоконтроль, самоочищение... Я понимаю, тут... Игорь, какое сообщество? Вот я хочу услышать вот это сегодня. Значит, без этого врачи будут продолжаться садиться в тюрьму. Разумеется, вы правы. Я молюсь за то, чтобы я сегодня оказался на свободе, но сядут другие врачи. Именно. Вы правы. От сложных операций будут отказываться, и все равно сядут. И более того, самое интересное, то, что мы говорим честно сегодня, открыто, то, что действительно проблема есть. А вы что, в другие разы не честно говорите? А? Нет, мы говорим всегда честно. Мы говорим всегда честно. Ну и отлично. Давайте говорить честно. У нас эта проблема есть. Но не надо ее отдавать на откуп следствию и суду. Я хочу услышать. А что за... Какая должна быть группа людей независимая? Это почему должен быть Минздрав? Кто? Я не сказал, что Минздрав. Я сказал, что Минздрав это должен утвердить. Это как головное устройство. Потому что... От которого мы ничего не услышали, кстати. Вы удивлены тем, что вы ничего не услышали? Да. 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 Потому что, как признят гарант, честно... Вы какие-то наивные люди. Вот Бадма Николаевич человек вроде взрослый, гениальный врач. Но при этом он как ребенок удивляется тому, что оказывается у нас пациенты ненавидят врачей. Да потому что у нас до сих пор лечится. Вы простите меня за выражение. Как я уже говорил, ослиной мочой, любыми шарлатанами верят всем. Врачи для них враги. И до тех пор, пока это будет противостояние в общество с врачами, следственный комитет будет на стране общества. И вопрос. Кто экспертная группа? Кто это? Павел? С экспертными группами сложно вообще. Независимая экспертиза, на мой взгляд, это такая же утопия, как, не знаю, пятеногая собака. Потому что по факту создать какой-то орган, да еще утвержденный Минздравом, который будет независимым... Невозможно. Я понимаю, что это утопия. Независимый ни от кого, это чистая утопия. В мире решены проблемы, да, ну, какие-то частично, но какие-то полностью. Мы сегодня уже, я просто один раз уже про это рассказывал, но расскажу еще раз. У нас есть замкнутый круг, в котором мы находимся в связи с той ситуацией, которая происходит с нашей медициной. Наш врач не является субъектом права, да, врач у нас находится где-то в воздухе. Когда он работает в клинике, у него лицензии нет, у него есть сертификат, который ему позволяет работать под лицензией клиники, если что случается... Он работник. Да, он работник, он уголовно отвечает за свои действия, а в принципе за все остальное отвечает его клиника. То есть, по сути, он как бы так, вроде как всю работу делает он, а ответственность где-то там. В связи с этим, поскольку ответственные люди не могут собраться, врач безответственен, да, по сути-то, ответственные люди не могут собраться и создать сообщество. Поэтому у нас нет медицинского сообщества, потому что сообщество создают ответственные люди, которые обладают правом и лицензией. У нас таких людей нет. Для того, чтобы создать сообщество, нужны вот эти ответственные врачи. И в итоге получается некий замкнутый круг. У нас ответственных врачей нет, поэтому нет сообщества, а поскольку нет сообщества, нет ответственных врачей. Во всем мире проблема экспертизы решается сообществами. Минздрав во всем мире не имеет никакого отношения к медицине. Минздрав – это техническая организация, которая занимается эпидемиями, миграцией птиц, закупками препаратов против гриппа, в крайнем случае, если это глобальная эпидемическая проблема. В США это техническая организация, которая занимается материнством и детством. Это скорее соцздрав, чем Минздрав. Функции регуляции врачебного сообщества лежат на самом врачебном сообществе. Про что я и говорю. Да, естественно, никакой экспертизы там такой нет. Там каждый врач, по сути, любой врач. Вот я врач, я эксперт. Баб Николаевич – врач-эксперт. Константин – врач-эксперт. И здесь как бы вопрос, суд, например, во время заседания, состязательное производство может вызвать любого врача, который предпочит защиту или, соответственно… Так, Павел Яковлевич, вы же сейчас произнесли самые правильные слова «состязательное производство». Вот как в сериалах, процедуральных показывают. Есть защитник, есть прокурор, есть еще и суд присяжных, которого у нас практически к таким кейсам не допускается. Но очень важный момент. Вот все, что у нас происходит с точки зрения суда, когда нарушение суда, судья сама неправа в Америке, происходит все то же самое, только ответственность материальная. Там много раз сталкивался, да, гинеколог, например, как Ушер, принял роды, через 20 лет ребенок хуже учится. Начиная идут к адвокату, потому что они знают, что на это можно заработать не те пару тысяч, как у нас, а уже серьезные деньги. Идут к адвокату, тот поднимает кейс, ага, там вот, знаете, кажется, было нарушение при приеме родов. Идут в суд. В суд приезжает врач на Мерседесе в хорошем костюме. И из бедных районов, какая-нибудь еще победнее одевшаяся, со своим 20-летним сыном, у которого написано умственное отсталость на лице, врачу, пожалуйста, 200 тысяч, 500 тысяч, миллион долларов, тот же самый потребительский терроризм. Все правильно, все мы обсуждаем правильно, но вот только очень одна вещь, которая меня тревожит. Пациент все-таки и врач. Вот мы не можем договориться, мы не умеем общаться. Ольга, вот как от медицинского сообщества вашего, поделиться немножко опытом, потому что среди врачей есть ошибки, правда ведь? Не среди врачей, у врачей бывают ошибки. Они всегда бывают, кстати, они бывают повсеместно, они бывают ежедневно, в принципе. Они в принципе есть, потому что мы иначе не можем. Мы так заложены. Но есть вот один нюанс, как мне кажется, это медицинская этика и дентология. То, о чем мы постоянно говорим. Врачи перестали уметь общаться. Мы исходно, когда даже тяжелый пациент, я сейчас говорю про онкологию, нужно донести, объяснить то, что ты уже пытаешься помочь пациенту, у которого он должен решать, как дальше. Вот я хочу от вас мнение услышать. Закрутил. Ну, Олечку я прекрасно знаю, она наш друг и помощник в многих социальных, кстати, проектах. Ольга активно участвует в волонтерской программе, хосписной. Она сама немного... Ну, есть же проблема. Она многое видела, и мне очень тоже интересно узнать теорию. Ну, есть же проблема, да, Ольга? Да, спасибо, коллеги, за то, что позволяете высказать мнение пациента. На самом деле мы все пациенты. Сейчас или в будущем все равно все пациенты. Наверное, может быть, врачи самые адекватные пациенты. Поэтому... Ну, спорный вопрос. Хорошо, не об этом. Отвечая на вопрос о том, как пациент относится к ошибкам врачей. Ну, вы знаете, на своем опыте могу сказать, что, конечно, когда это не критично, пока если мы не говорим о каких-то летальных исходах, вызывает иногда врач досаду в каком плане? Когда ты приходишь к нему, а он не знает, что с тобой делать. Он недостаточно компетентен или профессионален, да? Можно посмеяться над тем, что я прихожу, прочитав там, как это, трое лодки, не считая собаки, и поставив себе кучу диагнозов. Ну, я прихожу, конечно, подготовленную, у меня уже есть какие-то варианты ответов. А доктор мне в ответ смотрит, говорит, я не знаю, что с этим делать. И разводит руками. И на этом все. А мне-то что дальше делать, спрашиваю я. Я иду дальше. Я ищу второе мнение. Прихожу к следующему доктору, а он мне говорит, да, это ерунда. В общем, главное, руками не трогай, значит, все само собой рассосется. Я иду дальше. И получается, что в конечном итоге мне везет. Я нахожу своего доктора Хауса, который, а, умный, б, неравнодушный, это очень важно, да, какой-то активно ищущий, ему самому интересно, что происходит. Такой же хамский, как доктор Хаус, наверняка. Ну, вы знаете, нет. Нередко, кстати. Ну, то, что доктор может быть циничным, но циничность, это ведь тоже как посмотреть. Если доктор говорит, мы все умрем, ведь он же прав. Как бы это ни было обидно слышать, да, и как бы... Если вместо приветствия, то лучше он не на место. Ну, сейчас не об этом. Так вот, продолжая о том, что когда удается найти своего доктора, ты вместе с ним, поскольку я его осознанно выбираю, что самое главное в том, что я ему доверяю. Я осознаю все риски, на которые я иду. Вот если я онкологический пациент, и человек мне детально объясняет, что и как, и детально может даже честно признаться, что вот такую ситуацию он никогда в жизни не видел, а в моем случае это именно так. Я, говорит, никогда не видела этого, да, но я вот тут прочитал, я вот тут узнал, поинтересовался, где мы с этим можем разобраться, и он идет со мной дальше. Это очень важно, и тогда у меня не возникает желания как-то с ним, ну, там, судиться или что-то там. Какие-то последствия дальше будут. Можно маленькую ремарку, Ольга. Просто вы сейчас говорите про очень интересную вещь, которая очень редко учитывается. На самом деле это так. Даже две очень интересные, два очень интересных момента. Момент первый, что пациент не способен оценить профессиональное качество врача. Никаким образом. Вообще. Вот то, про что вы сейчас рассказываете, это сервисность. Он может оценить донтологические приемы. Вот здесь еще интереснее, да, на что я выхожу. Вы сказали очень интересную вещь. Вот донтология, этика, Константин, да, Ольга рассказала вот эту вот историю про врача, который не общается, и врача, который хорошо общается. Я могу рассказать сразу историю, которая была у меня, когда был доктор, два доктора одинаковые специально сидели рядом в кабинетах. Один был гениальный диагност-эндокринолог, ставил диагноз от порога, назначал лечение. Люди не выздоравливали, но уходили в длительные ремиссии. В соседнем кабинете сидела молодая девушка-эндокринолог, у которой люди теряли пальцы, ноги, да, потому что она была настолько идиоткой эндокринологической, что можно было себе плохо это представить. Но красиво. У нее с улицы стояла очередь, к нему никого не было, да, при том, что это был один медицинский центр, реально. И это говорит о том, что пациент оценивает, к сожалению, то, как с ним общаются, то, как к нему расположены. Потому что она разговаривала с пациентами, она им очень, она рассказывала, что она читает. Умение продать свою услугу. Это всегда продажа. Я еще немножко про другое сейчас, Игорь, одну секунду. Донтология и этика. Это тоже очень сложный вопрос, Константин, потому что, смотрите, давайте перейдем, вот просто перенесемся буквально на 30 лет назад, Да по-настоящему мы можем уйти сегодня, зайти в любой онкологический диспансер и встретить такого онколога, который скажет вам, что вот вашему родственнику у него рак. Вы ему не говорите. Не надо говорить. Это неправильно, это неэтично и недоонтологично говорить человеку о том, что у него рак. Говорите ему, что какая-то доброкачественная опухоль или какое-то редкое сложное заболевание, но не рак. Рак не говорите. Весь мир провел исследование и знает совершенно точно, все врачи в мире, все онкологи, говорить рак надо сразу, как только это известно. Говорить просто это надо правильно, определенными там интонациями, определенными словами, но говорить сообщить пациенту надо. В советской деонтологии это считалось изначально неправильным. Причем на основании того, что когда-то какой-то онколог решил, что это не так. И надо написать в книжке, что нельзя сообщать пациенту про рак. Донтология и этика это очень сложная сфера. Павел сейчас поднял, это донтология и этика, это целые были институты, были имена. Опять же, что такое современная медицина? Институты имена или все-таки кейсы, которые мы... Значит, вот сейчас чудесный кейс, Павел Яковлевич, да, упомянул. Вот смотрите, существует идиотка, не мои слова, Павел Яковлевич, да, идиотка-эндокринолог, которая годами сидит в медицинском центре, и из-за нее руки люди теряют, я думаю, что это было преувеличение. Но она наносит вред пациенту. Было дело, да. Она наносит вред. А что она делает в медицинском центре? Ну, странная история, честно. Потому что к ней, подождите, Константин, к ней стоит очередь, и центру выгодно тот поток людей, тех поток денег идет, а где ответственность? Второй момент. Ольга тоже упомянула важную вещь. И у меня не возникает желания с ним судиться, говорит Ольга. Объясните, зачем нам судиться? Вот в США, понятно, денег вышибить. Это либо потребительский терроризм, либо реально вознаграждение, ну не вознаграждение, а компенсация человеку за то, что у него наступил по вине врача. Тот случай, потеря здоровья, потеря трудоспособности, как угодно. В нашем конкретном случае, особенно в случае, который мы обсуждаем, судить врача, это отправить врача в тюрьму. Не важно, виноват врача с ним, а иначе, что делает врач в тюрьме. Что мы делаем? Мы изолируем человека, в принципе, она что, бегала с иголкой за пациентами? Или даже эта эндокринолога, она за ними не бегала. Люди сами иногда должны включать мозг. Ее надо гнать из профессии, лишать права на врачебную деятельность, но не сажать в тюрьму. А как это самое интересное, Игорь, в этой истории? Она ничего не нарушила. Но, как только медицина становится бизнесом, как только медицина становится бизнесом, сразу резко повышается риск того, понимаете, нет такого преступления, как говорил Маркс, на которое капиталист не пойдет за 300% прибыли. Я хочу, знаете, исходно понять, что такое, в принципе, вот в этой истории халатность. Игорь Станиславович, давайте, и все участники, уважаемые, давайте теперь чуть в правовую плоскость. Именно. Начнем с информации. Информация о состоянии здоровья, в отличие от советского времени, по закону нужно пациенту сообщать. Да. В обязательном порядке, потому что без этого дальше ничего не может быть. Важно ли, есть ли, есть ли, есть ли, есть ли, есть ли, есть ли пациент не хочет слышать информацию о состоянии здоровья, тогда мы ее, ну, мы в данном случае, врачи ее или медработник не сообщает. Правда, закон не отвечает на вопрос, как в этом случае лечить, потому что согласие должно быть информированным. Ну да. То есть без, если есть просто согласие, но информированное, то и гражданская ответственность уголовная. Но, тем не менее, значит, обязанность есть. Второй момент. То, что касается именно вот донтологического аспекта. У меня был случай, когда я вижу вот эту тенденцию, в медицине около 22 лет работаю. Чем лучше врач владеет донтологией, то, как правило, он тем меньший специалист. Определенное качество медицинские компенсируется донтологически. У меня набросились тогда пару профессоров, но условно набросились. Тем не менее, это случай нередкий. Это вот вопрос по поводу донтологической составляющей. Каждый в твою сильную сторону реализует как специалист. Теперь по поводу технических моментов. Мы же все-таки должны каким-то образом слушающим врачам сказать про их защиту. Они должны понимать снижение рисков и практическая защита. Значит, уйти от академических желательно. В том числе и так далее рассуждения. Законодатель эти инструменты дал. Они достаточно простые. Как там учит врача, когда он учится в высшем учебном заведении? Или потом это вообще в принципе в институте это обязанность преподавателей? А я вам расскажу, я вам расскажу. В клинике это обязанность администрации. Думаешь, что пишешь? Только вот так, пожалуй. Значит, врач должен правильно уметь бояться. Как мои молодые сотрудники говорят, правильная профессиональная осторожность и осмотрительность. Она должна быть. В чем она заключается с практической точки зрения? Кроме того, что вылечить... Я сейчас буду говорить с точки зрения профессиональной этики, не бытовой. Кроме того, что вылечить или оказать услугу как угодно, лежащего качества и так далее, и так далее, врач должен понимать, как он сможет это доказать. Что он сделал то, что было положено. Почему врач в принципе должен доказывать вот эту ситуацию? А потому что в гражданской ответственности существует презумпция виновности, в уголовной презумпции невиновности, но любой пациент, как сторона взаимоотношений, имеет право предъявить претензии. Он может добросовестно заблуждаясь предъявить претензии. Может же? Ну, человеку показалось. Вероятно. Может предъявить претензии, в том числе в судебном порядке. И это право, которое гарантируется Конституцией. И в этом случае врач ли, клиник ли, мы сейчас не будем останавливаться, кто именно, значит, скажем так, та сторона, которая имела отношение к лечению и медицинским услугам, должна доказывать. Есть три вида доказательств. Если мы смотрим процессуальное законодательство, уголовно-процессуальный кодекс, гражданско-процессуальный, значит, кодекс об административных правонарушениях и так далее, везде три вида доказательств. И, значит, эти три вида доказательств должен врач хотя бы о них знать. И когда он вот это вот, то, что я показывал, цепочку реализует, о них помнить. Они как упираются как на доказательства письменные, так и на доказательства. Я не очень понимаю, что делать. Что делать? Теперь переходим конкретно. К практике. Значит, есть ли письменный договор или нет, законодатель говорит, должен быть письменный договор. Допустим, его нет, существуют все равно договорные отношения. Значит, что должна потом доказать клиника, должна доказать или врач? Что претензии к клинике? Первое. Ну, во-первых, то, что пациент пришел и в договорные отношения вступил. Письменный договор доказывает это безупречно. Устные договорные отношения. Тут уже можно говорить о том, что вроде как человека ввели в заблуждение. История болезни является... Дальше идем. Дальше законодатель говорит, извольте получать согласие на медицинские вмешательства, кроме небольшого количества случаев. Ну, человек может не отдавать отчет о своих поступках. Есть угроза жизни, например, и так далее. Но в 99,9% случаев должно быть письменное, добровольно информированное согласие. Письменная форма. Отсутствие письменной формы, кроме вот тех редких исключений, уже говорит о том, что можно предъявлять претензии со стороны пациентов. Хорошо, давайте в отношении дела Елены. Законодательно. Форма есть. Нет, подождите. Посмотрите, ну давайте прямо. Я не знаком с материалами этого дела. Елена уже случилась, мы хотели. Не может не комментировать не свое дело. Я, во-первых, не могу комментировать то, что я не видел, плюс там еще есть определенные тайны и так далее. Как защищает ли вот это информирование согласие? Значит, согласие. Ну, мы не будем сейчас говорить про содержание, оно должно быть выдержано. Согласие не должно быть длинным. Объемным. Оно должно содержать все те пять элементов, которые вот статья закона. Мы не будем сейчас утяжелять текст там законами и статьями. Там есть пять элементов. Они должны быть каким-то образом изложены. Значит, согласие, нормально составленное, защищает. Врач, как правило, считает, что это формальность, которая мешает ему работать. Так, есть. У нас, да. Я практик. У нас, да. У нас, да. Пять элементов. Я практик. Там пять элементов согласия должно быть. А коричневый. В госклиниках, как правило, да, это проходная тема. Подписался, да. Мой проект не помню. Частный сегмент. Защита врача очень сильная. Насколько это важно, действительно. Подписание вот этого некой бумажки и насколько он защищает. Ну, знаете, это смешная история, потому что я слушаю какие-то вещи, меня прям радует. Но на самом деле мы внедряем эту историю очень активно. Врачи очень активно ее отвергают, потому что они не понимают, зачем им это нужно, кто вообще, что и пока не попал ни разу. Естественным образом, глубоко всем наплевать на это согласие. Открываешь карту, все согласия не подписаны. Ну, то есть пока не попал, да. Стоматологи вообще иногда карты не пишут, у них иногда бывает такая история, они прям, ну, они великие. Врачи иногда карты не пишут. Да, врачи, я вот с врачами пока не сталкивался с такими. Я хотел сказать одну очень важную вещь, которую сейчас, мне кажется, Константин пытается донести, что врач должен понимать, что у него есть некая ответственность. Я правильно понимаю, да, за то, что он делает? Я бы так сказал, что у него есть некая защита. Нет, защита это другое. Вот смотрите, есть простая история. Представьте себе на минуточку, вот особенно доктора, вот Игорь, что наше законодательство резко изменилось. И с завтрашнего дня любой пациент, который подает иск против врача финансового, я сейчас говорю про финансовое. Ну, гражданская ответственность. Гражданская ответственность, да, моментально получает компенсацию. То есть вот он сказал, я вот, не знаю, он доказывает, что он пострадал, условно говоря, да, и он моментально получает от государства компенсацию за то, что он пострадал. Например, там, не знаю, там, 100 тысяч долларов, к примеру. Вот он говорит, там, мне зуб, там, мне просто зуб вырвали, не тот, да. Я считаю, что я вот, мой зуб стоит 100 тысяч долларов, дайте мне 100 тысяч долларов. Ему сразу дают 100 тысяч долларов. Врача вообще не трогают. Врач как бы все сделал правильно, ну, перепутал, мало ли что, ну, с кем не бывает. Это хорошо или плохо? Пациенты довольны, врачи довольны. В таком виде плохо должна существовать финансовая ответственность. Страхование ответственности врача и клиники в данном случае. Важный момент. У частных врачей на это деньги будут. Возможно, лечение сильно будет удорожено. Потому что, как я уже говорил, если посмотреть на американские случаи, обычный гинеколог, я сейчас не помню точных цифр, но, по-моему, в год платит 80 тысяч страховки. Платил лет 10 назад, по крайней мере. Может быть, меньше. А у Шергенкова уже 200 тысяч долларов. Потому что у него ответственности больше. Причем, который моложе, платит меньше, чем тот, который старше, потому что у него больше процедур на отдел. И всегда есть шанс, что та самая процедура и станет поставлена. Абсолютно. Но дело не в этом. Частные будут платить одно, государство за свои государственные клиники должно такие же платить. Потому что иначе какой будет смысл, как будут работать врачи. Тогда это будет хорошо. Но, опять-таки, при нормальной судебной системе, с нормальным экспертами, с нормальным временем доказательств. Если просто приходите и говорите, вы знаете, мне врач вырвал не тот зуб бездоказательно, или просто я себя плохо почувствовал, вот это сволчь виновата, тогда это, конечно, потребительский терроризм. Вы знаете, как интересно. Здесь нет терроризма, он получает сразу от государства деньги. Врач вообще ни при чем. Потребительский терроризм может быть направлен точно так же в государство. Смотрите, эта история очень интересная. Это не повод вышибать деньги и зарабатывать. Не просто так задал вопрос. А если или нет? Если есть реальный вред. Нет, если реально, конечно, будет хорошо. Это реально будет хорошо. Это плохо. Почему? Потому что в Новой Зеландии, по-моему, если я не ошибаюсь, ввели такой закон. И там такая история. Ты приходишь и заявляешь. Ну, они, там гражданское общество, там немножко другая история. Там как бы ты можешь... Они реально, действительно, они никого не обманывают, они приходят, действительно, есть проблема. Сразу без каких-либо историй государство выплачивает, потому что врачей мало, врачей мы не трогаем, врачи должны хорошо работать. Врач себя чувствует вседозволенным. Врач себя почувствовал просто через какое-то время, когда сначала все стало очень хорошо. А через какое-то время врач полностью потерял свою меру ответственности вообще. Правильно. Значит, на это должен быть обратный механизм контроля от государства за врачом. Врач это тебе очень интересно. Что если, чувак, на тебя много жалов, тогда у нас есть обратный, то, что называют... Я сейчас не помню в юриспруденции, как это называется, да? Регрессивный иск. А? Регрессивный иск. Вот, регрессивный. Да, но здесь вопрос... Регрессный. Регрессный, да. Регрессный, да. Здесь вопрос заключается в том, что мы, кажется, должны правильно донести до общества. Потому что когда сейчас шло дело Елены Николаевны Миссюриной, я, прощу прощения, я считаю, что Елена Николаевна, ну, как доктор, мы должны называть по имени и отчества, в принципе, так все говорят. Елена, мне кажется, Елена Николаевна более правильна. Значит, идет очень интересная такая тенденция, что врачи пишут, не должно быть уголовной ответственности для врачей. Я с этим однозначно согласен. А пациенты пишут, ах, вы, гады, хотите себя всю ответственность снять? А как вот трактовать такую вещь? Приходит пьяный хирург. Да, это халатность. Как это трактовать? Это халатность. Это тюрьма. Тут вариантов нет. Именно поэтому речь идет о том, что в законе должно быть разграничено, что такое врачебная ошибка, что такое врачебная халатность, что такое осложнение, что такое там закономерное, не знаю там, осложнение, незакономерное, что это произошло. И тогда, когда будут разграниченные понятия, можно будет сказать, что это было. Пьяный хирург, который зарезал пациента, это халатность или не халатность? А если он не зарезал, а спас, что делать? Какой-то ситуации трактовать? Нет, нет, разумеется, нет. Бывает еще как. Почему нет? Пьяный хирург тоже может спать? Еще как бывает. Более того, я знаю хирургов, которые трезвые в операционную не заходили вовсе никогда. По одной простой причине, кстати. Боится. Страшно. Нет. Руки, чтобы не трясли. Ну, кстати, вы знаете, Павел ведь очень прав, потому что я вспоминаю ситуацию, это был 98-й год, спасли очень известного человека вам всем. Вот, хирург просто отмечал день рождения. Ему сказали, что нужно было приехать в операционную, и он спас. И вот здесь вот история, это должно быть очень четко разграничено. А за руль он тоже пьяным сел? Я не знаю. Ну, я думаю, вы отвезли. Вопрос в другом, что хирурги, зачастую, вы знаете, да, это знаменитая история, что все думают, что хирурги спиваются, потому что у них работа тяжелая, а они спиваются, потому что болят под одним очень серьезным заболеванием, которое называется эстенциальный тремор. Он лечится просто алкоголем, они для того, чтобы оперировать, вынуждены выпить рюмочку и потом идти в операционную. И таким образом спиваются. Так вот. Доктор, запишите мне потом, как это называется. На самом деле, я хочу сказать немножко другое, что когда будет разграничена вот эта вот мера ответственности за каждую историю, у нас многие проблемы связаны с тем, что в законе не определено, что же это такое врачебная ошибка. Каким образом вот это вот добросовестное и незлонамеренное заблуждение вообще может караться даже административно? Из-за этого пациента, к чему я веду, из-за этого пациента, которые читали, что освободить врачи от уголовной ответственности, слово уголовное теряют, а освободить врача от ответственности. И мы приходим к истории, которая произошла в Новой Зеландии. Пациент прекрасно понимает, что если у врача не будет ответственности, то врач будет делать все, что ему угодно, будет хуже лечить. Беспредельщик. Беспределить будет. Бо. Ну, практически. Чем Бог отличается от хирурга? Бог знает, что он не хирург. И здесь, соответственно, вот эта вот идет история, что если мы говорим о том, что у врача должна быть ответственность, мы должны четко прописать, за что должна быть ответственность и какая. Где административная, где гражданская, где уголовная. Вы упускаете один важный момент. Вы можете написать в законе все, что угодно. Но если мы ничего другое не поменяем, то следователь, который пишет хирург через Е, как было в данном конкретном случае, ему по барабану, что написано в законе. Мы должны... Стоп. Его дело закрыть. Я уже где-то это обсуждал. Это уже где-то один раз было. Это уже где-то было. Это было. Я помню, что мы в итоге придем к одному. Мы должны победить коррупцию. На этом можно заканчиваться. Не право. Нет, коррупция вообще здесь не причем. Ничего. Просто если есть инструмент в руках, и этим инструментом пользуется, извините за выражение, обезьяна с гранатой, то в первую очередь у обезьяны из руки надо гранату достать. Именно кто? Обезьяна это судили? Кто это общество должно быть? Чтобы создавать ученики? Да, мы с людьми, коллеги. Я пришел на самом деле на передачу увидеть своих близких, друзей и приятных мне людей, и услышал на самом деле Константина. Что делать-то? Как защищаться? Давайте я продолжу. Информированный согласие. Что еще раз делать? Перед информированным согласием, что касается законодательства. У нас законодательство прописано достаточно в этом плане четкое. Административное, уголовное и гражданское. Если будет время после передачи, я готов любому из присутствующих здесь доказать. Вот я абсолютно согласен с Игорем Станиславовичем. Исполнение. Исполнение проблемы есть. Но тем не менее, технология исполнения с точки зрения доказательной базы она тоже прописана. Вот продолжаем вот эту вот тему. Информированное согласие. Его отсутствие в письменном виде дает основания говорить о нарушении, в том числе уголовном, потому что это можно квалифицировать как нанесение вреда здоровью, пусть и неумышленно. Это с юридической точки зрения. Потому что страна сказала, письменное ты не получил. Ведь мы, допустим, не получив письменный документ, я не знаю, договор с кредитной организацией, не очень обижаемся, почему нам деньги не дали, да, кредитные. Но есть правила игры. Вот здесь правила игры есть. Страна для этого это ввела. То есть человек в коме? Я сказал, что есть отдельные особые условия, прописанные в законодательстве, когда ты не получаешь письменные согласия. Но там есть потом движение, когда человек вышел из комы, если вышел. Если вышел. И даже если не вышел. И что он должен сделать врач? Правила игры есть. Врачи, кстати, про это плохо знают. Хорошо знают после того, как столкнулись с проблемой. Это один вариант. Второй вариант. Значит, обращай внимание, еще до карты не дошел. И карта, как это ни парадоксально, это один из документов. Но ни первый, ни второй, ни третий. Вот извините за правовой цинизм. Не первый, еще раз подчеркну. А что первый? Не второй, ни третий. Первый, это все-таки согласие. Даже не договор. Первый, это все-таки согласие. Правильного наполнения. Объясняю. Не объемного, а правильного наполнения. Которое уже сформализовано, что врачу там нужно заполнить минимально. Здесь еще есть проблема времени. Сделать можно все. Но можно сойти с ума от того времени, которое на это тратишь. Лечить некогда, как говорят. Можно формализовать. Следующий элемент. Следующий элемент. Если, это я по принципам, проблем. Потому что результат хорошее лечение не снимает проблемы. Вот отсутствие согласия. Проблема независимо от того, какой был исход лечения. Следующее, что дает проблемы для медицины, для врачей, для клиники, как угодно. Это если было сильное изменение лечения по просьбе пациента, но оно не задокументировано. Это редкая ситуация. Врач ее не ловит. То есть, если что-то начиналось, предлагают же сначала несколько вариантов. Пациент выбрал. Начали лечение. Пациент выбрал, допустим, не лучшее. Ну, потому что, там, может быть, финансовые осложнения, еще что-то. Потом в процессе какого-то этапа лечения он говорит, а можно вот то, что я выбрал, получше? Можно, говорит врач, да, мы еще, так сказать, вполне можем, так сказать, реализовать эту схему. С точки зрения правовой, это нужно произвести. В большинстве случаев отказ от первого варианта должен быть оформлен. Официально? Документально. Понятно. И согласие на второе лечение. Если этого не сделать. Я, кстати, вот про оппозицию пациента и врачи, о том, что она сейчас сильная, вот эта ненависть, я считаю, что все-таки это сильно завышено. Это явление есть, но так сказать, что оно массовое, я не могу. Оно есть. Но оно, я не считаю, что массовое. Так вот, в этом случае, вот тот самый пациент, у которого дрогнула нравственность, если он вдруг в конце, допустим, не хочет... И упало. Да. Если он в конце потом не захочет заплатить за вот это более дорогой вариант, и обратится к специалисту, и расскажет ему эту ситуацию. Тот скажет, о, было серьезное правовое нарушение, значит, то лечение не реализовано, и пусть обе... Документации-то нет, не за документацией. Вот почему вы то, что обещали, не реализовали, возникает проблема недостаточная, это односторонний документ, спорная ситуация. Подождите. То есть, есть формальные правила, которые надо соблюдать, врачи про них не всегда знают. То есть, второй момент, это вот, изменили лечение, задокументируйте. Не знаете, как, хотя бы пусть будет фраза, подписанная пациентом в карте, хотя бы так. Следы должны быть. Понятно. Иначе есть слово врача против слова пациента. Один-один. Дальше на усмотрение судей, если мы дошли до суда. Ну, в общем-то... Где профессиональная, так сказать, его уверенность перевести? Ольга, Ольга, у меня вопрос. Вот, а когда вообще, в принципе, возникает вот это желание, я не знаю, вот, пожаловаться на врача? Каждый из нас были какие-то потери в жизни. Когда близкого человека теряешь, хочется обвинить весь мир какой-то там, месть, не месть, но хочется кого-то обвинить. Самый ближайший – это врач, да, на кого-то, кому-то можешь это предъявить. И вот, чтобы этого не случалось, сейчас, я так понимаю, мы больше углубились в такую историю, как казуистически обойти, чтобы на тебя не подали в суд, если ты врач. Нет, подали, но ты смог защититься. Ну, как бы, да, как бы из этого выкрутиться. Конечно, это нужно, этим инструментом врач должен владеть, и каждая клиника, и так далее. Но все-таки я больше хотела бы поговорить о врачебных ошибках, о том, что такое признать врачебной ошибкой. Потому что ошибка, значит, это неверное какое-то действие врача, но, может быть, в этом нет вины, да. Вот про вину врача. Конечно, на поверхности лежит то, что когда там он разрезал, там забыл этот скальпель, или там у него кровотечение, а ты ему еще даешь лекарство, которое дальше разжижает кровь. Это ошибка. Вот это ошибка. А когда ты получил какие-то осложнения возможные, да, и вот пациент пытается предъявить какие-то... Ну, это, я не знаю, вопрос чего. Вопрос образования пациента. Вы сейчас затронули очень сложную тему, очень сложные границы. Когда забыли инструмент в человеке, в принципе, во всем мире, это тоже признается, в принципе, нормальным. Потому что есть определенное количество случаев, как независимых. Вот реально, это как осложнение. А, ну, то есть причина следственная там может быть. Там проблема очень простая, что есть как бы ситуации, при которых, ну, вот всегда там клиника МИО, там, одна из лучших клиник мира, вот они сообщают там, что в год, они в среднем в двух людях забывают инструменты. Вот хоть убейся. Но это не вина? Вы понимаете, врач хотел забыть там инструменты или нет, да? Это халатность. Ну, это не это, это не халатность, в том-то и дело. Там обычно не инструменты, там обычно... Давайте я вам попрощу вопрос. Давайте вообще сейчас от скальпеля внутри уйдем, потому что мы еще можем два часа обсуждать, халатность это или нет. С моей точки зрения халатность, хотя я понимаю точку зрения Павла Ельевна, я, с вашего позволения, опять к этой идиотке-эндокринологу, да? Да. Вы говорите, что это не ошибка, допускаю, сидит условное... Исполняет протоколы, да. Она знает только вот такое лечение консервативное. Рядом сидит другой врач, который может отходить от этих протоколов, но лечит. А может даже не отходить от протоколов, просто существует какое-то более новое лечение. Или пошел в другую клинику, пациент ему говорит, слушай, какая идиотка тебя лечила. Он говорит, а что, она тебя поэтому лечила, а тебе хуже стало. Он идет, информированное согласие есть, есть, все документы подписаны, подписаны. Ей реально стало хуже. Там уже можно спорить, ошибка или не ошибка. Гнать ее за это из профессии или нет. И опять-таки, за скобки уважаю, что я никакого уголовного наказания. Но вот за это вполне возможно должна быть юридическая гражданская ответственность, да? Но опять-таки, нужно выработать понятийный, пациент, что является ошибкой, что они являются. У нас нет понятийного аппарата. Нет, у нас есть понятийный аппарат. Значит, он недостаток. Нет, объясню, значит, то, что вы называете врачебной ошибкой, можно исходить из категории, которая из законодательства, как дефект услуги. Правильность осуществленных врачебных вмешательств и манипуляций. Ближе уже? Правильность. Нет, вообще ни разу. Я говорю, что тот закон, который существует, не соответствует реальности. Понятийный аппарат этого закона отстал от реальности. А не забывайте, что сейчас вообще все технологически изменяется. Появились все дистанционные юберизации медицины, да? У нас там в одной Москве их уже три. Ну, я знаю, там минимум три. И это все тоже начинает... В рамках существующего закона у нас вот такая. Берем странного врача-эндокринолога. Да, девушку? Вот. Мы же можем... И начинаем отсюда идиотку называть странный. Начинаем выяснять по имеющимся, значит, документальным и недокументальным следам по поводу общепринятых и... Она вполне могла следовать протоколу. Смотрите, все сдувать вообще... Сейчас даже Фамилию скажешь. Нет, Фамилию не буду говорить. Я ее, честно говоря, даже не помню. А привет, и можно сейчас передать? У нас есть реальная, у нас в стране есть реальная фантастика. Я вам сейчас расскажу прямую историю. Рекомендации. Я вам расскажу гениальную историю. У нас в стране есть такое... Это происходит сейчас, сегодня. Это происходит в наше время, в наш момент. Вот прямо мы сейчас разговариваем, а это происходит. Где-то какому-то ребенку, новороженному, на третьем месяце жизни, например, да, или на шестом месяце жизни, сейчас жидким азотом удаляют гемангиому кожи, да, что является по всем международным протоколам грубейшей врачебной ошибкой. Однако в России это является нормой, да, потому что это прописано во всех российских рекомендациях, которые по этому вопросу нормативные документы, если это... Это норма, никто никогда не... То есть правовой ответственности не будет, будет любая другая, термотическая и так далее. Никакой не будет, потому что все врачи, кому ты не подойди, спросишь, скажите, пожалуйста, как надо действовать с гемангиомой? Удалять жидким азотом или лазером, или на крайнем случае вырезать скальпелем? Но это не беда права. Подойди к любому американскому врачу, он скажет, это беда права, это бедра... нет, нет, я объясню, почему это беда права, сейчас я на это выйду. Это... подойди к любому врачу во всем мире, он скажет, надо покапать капельки с анапрелином, и все пройдет, вообще ничего не будет. Да, через полгода можно забыть про эту... Не у всех, но хорошо. Ну, там, у 90% можно покапать, и ничего не будет, не надо не резать, не будет ни шрамов ужасающих, ни последствий, ничего. Попрыгать и само отвалится. Да, буквально попрыгать и само отвалится. Такая же история с уколами и таблетками, ровно такая же, нигде в российском законодательстве не прописано, что не надо колоть то, что можно дать в таблетки, да? Но это та же самая история. Это как бы проблема, которая существует, и во всем мире она прописана. В России несовершенное медицинское законодательство. Более того, то, что вы говорите, что не прописано, его применить к реальной жизни практически невозможно, к сожалению. Но вопрос сейчас даже не в этом. Вопрос сейчас в том, что у нас отсталая общая медицинская концепция в стране. У нас нет концепции доказательности, которая опирается не на мнение отдельных врачей, меня, Бадма Николаевича, Константина, Лео Антоновича, Леонид Михайловича, неважно, которая опирается на экспертизу, почему-то должны опираться, где сидят какие-то эксперты, которые неизвестно, кто им дал эту экспертную, как бы, вот эту штуку, да, эксперт. Именно, именно, Павел, это самое важное, в принципе, в вашем счете. Вопрос же в том, что весь мир от этого давным-давно ушел. 25 лет назад люди поняли, что нет авторитетов в медицине, и быть не можем. У нас есть школы. Да, у нас научная школа. Может, я вам открою глаза на проблему экспертизы? Значит, тебе сложнее. Вот смотрите, берем судебное мы или внесудебное. Любое заключение, письменное врача, вот даже если врач, любой, но если он еще со стажем хорошо, ученая степень и так далее, вот у вас есть необходимость собрать независимые доказательства. Для суда или вне суда, или в работе внесудебной. Что, кстати, мы делали в определенной сети клиник, не буду говорить, какой. Значит, вы можете собрать, у любого врача подойти, чтобы он написал заключение, или в рамках, так сказать, работы двух-трех, в рамках консилиума, чтобы они написали с осмотром пациента или даже без осмотра пациента. Документ. Документом. Они описывают ситуацию, они, значит, привязывают ее к претензии, если хотят. Они делают какие-то выводы. Это полноценное доказательство, в том числе в суде. Если их собрать 2, 3, 4 или 5, вообще, рассказываю практику. Вот произойдет у вас в клинике проблема. Да, никто не будет ничего читать, все подпишут и все. Нет, не так. Произойдет у вас в клинике проблема, и нужно собирать доказательства. Но нужны врачи не ваших клиник. Да, другие. Нужны сторонние врачи. Даже с ними можно заключить договорные отношения, чтобы и оплатить им эту услугу. Как вы думаете, какое количество врачей из 100, которым предложили, согласятся подписать, составить это заключение? Давайте мы вот на этой сейчас ноте уйдем на 5 минут, обсудим и вернемся. Итак, дорогие друзья, давайте вернемся и попытаемся все-таки ответить на вопросы, которые назрели уже. Можно у меня вопрос такой назрел? Мы вот сейчас говорим про ошибки хирурга, про забытый скальпель, про резервные ошибки врача. Ответственность, значит, врача, который прописывает фуфламицин, который прошел все у нас испытания, Минздрав его одобрил, да? Реальный фуфламицин, вот этот список есть фуфламицинов, да? Выписывает, вообще, ну вот этот экстракт печени барбарийской утки, да? Или ответственность гомеопатов, простите. Ответственность гомеопатов? Да. Там есть она? Вот, я и хочу об этом говорить. Она вообще разметка. Они же берутся лечить. Кинезиологи, остеопаты. Да? Я говорю, это люди, которые вообще не имеют отношения, кстати, к медицине. Конечно, можно подвести подворачивание без лицензии, да? Но, тем не менее, врач с лицензией прописывает эстракт печени барбарийской утки, говорит, отлично помогает. Нет, лицензия нужна только для коммерческой деятельности. Если врач оказывает услугу и деньги за это не получает... А машины? То лицензия ему не нужна, если подходить... То есть, значит, за создание секты у нас есть? У него диплом, да, там определенные документы есть. За создание секты у нас есть, статья, а, как называется, за такое нет? За барбарийскую утку нет. У него есть врачи, есть профессиональные. Вы знаете, я хочу сказать... Можно я закончу, на чем мы остановились, а потом ваш вопрос, который вы не забудьте. Так вот, по поводу этих доказательств. Вот мы остановились, если опросить 100 врачей, чтобы они осмотрели пациента, пусть за деньги, но не работающие в этой организации, и дали заключение, один ли врач дал, или два осмотрели, и так далее. Из 100 врачей только одна десятая процента из этих врачей, одна десятая врача одного, одного, даст согласие. То есть, один из тысячи. То есть, один из тысячи. Это сегодняшний реальный. Это в Российской Федерации? Это в Российской Федерации. Потому что в Америке есть врачи-эксперты, которые получают деньги. У меня сведения из разных регионов страны, и так далее. Это всегда большая проблема. В чем? Теоретически помочь. Откуда это пошло? Что это такое? Я не знаю, откуда это пошло. А то, что это никак не оплачивается. Я не знаю, откуда это пошло. Всем некогда. Еще какая-то... И поэтому с доказательной базой у врачей получается, что только то, что они могут сами сделать в рамках этой организации. Они зависимы. Послушайте, так может быть, нам нужны какие-то кейсы, лекции для врачей с точки зрения юридического права? Это будет. Я вам более даже скажу. Если вы обратитесь в экспертные организации, ведь есть не только государственная экспертиза, есть экспертиза частная. Она, кстати, может работать без лицензии, как вы понимаете. Вот, как суды считают. Значит, достаточно им доказать, что они для проведения экспертизы пригласили человека, у которого есть документ государственного образца. Ну, то есть диплом и так далее. Притом, не всегда нас смотрят на специализацию. Это практика. Вы правильно сказали. Не всегда смотрят на специализацию. Врач и врач. В белом халате пришел любой человек. К сожалению, такое есть, я почти не утрирую. А если еще доктор медицинских наук, вообще шикарно. Вот. А в какой части, значит, тело? В нижней или верхней? Это вопрос не всегда и так далее. Так вот. Подводя черту. Значит, вот эти экспертные организации, может туда прийти, и они проведут платную экспертизу. Но это, так сказать, люди, которые занимаются организацией там. Они приглашают вот так же вот врачей. Сколько стоит в среднем экспертная услуга вот таких? 50 тысяч рублей. Нет, больше. Ну, от 50, скажем так. От 50 тысяч рублей. Я бы сказал, что сейчас уже от 90 тысяч. Ну, даже, может, уже до пола. Вот 90 тысяч. А как часто вот эти экспертные заключения были по-настоящему экспертными? Одно, Николаевич. Я другое хочу сказать, что даже за эти деньги получить нормальную, скажем так, экспертизу, где пригласят врача, а не интерна, извините, тоже весьма непросто. В настоящем неважно, кто он интернат выбирает. Тоже весьма непросто. Даже на что он опирается в своей экспертизе. За деньги. Это их мнения разбиваются или нет? Это вот ситуация по поводу того, что врачебное сообщество друг друга покрывает, существует вот это вот... Нет этого мира. Одна сотая процента. Одна сотая процента. Одна сотая процента. Вот это сегодняшняя ситуация. Вы знаете, вот по поводу врачебного сообщества, давайте вот этот миф, этот миф, надо вообще закрыть, потому что его нету. Честно. А должно быть врачебное сообщество? Оно есть, оно есть. А должно быть. Оно есть, типа, вот, знаете, как иллюзия. Нет солидарности. Среди нас. Худшие коллективы. Вот пощупать в соцсети. По большому счету, правильного врачебного сообщества нету. Чтобы поддержать друг друга, чтобы у вас совсем был какой-то вопрос, пока мы не забыли. Ну вот я вопрос задал. Я попробую ответить. За ответственность вот лечения фуфломицином. Ситуация очень простая. Если есть нормативные документы, протокол или это, клинические рекомендации или это, или иные документы того органа, который имеет право, значит, и так далее, то нарушения нет. Другой вопрос. Наоборот, врач говорит, слушай, у нас в стране... Потому что по поводу фуфломицина, значит, есть перечень первая, что этот препарат, есть перечень Минздравовский, что этот препарат можно применять. И берем уже конкретную упаковку фуфломицина, значит, что эта партия сертифицирована. Все. Теперь другой вопрос. Все. Врач понимает, что пациента можно спасти только тем лекарством, которого у нас еще там не проходило испытание, у нас его нету. Врач-нарушитель. Врач-нарушитель. Врач-нарушитель, а пациент жив. Скорее всего, преступник. В случае не первый, когда наши врачи покупают на выставках, у нас ли или где-то, и препараты, инструментарии, или там применяют методологию. Потом в случае, в случае жалобы пациента, то есть тут нужен еще сигнал жалобы. То есть тут реформированного согласия недостаточно было. Нет, это действительно сигналный продукт. Потому что когда разбирают, здесь после формальных вот этих вещей разбирают существо. То есть использование методики, или которая не одобрена у нас, и не применяется. Но самое страшное, инструментарий или технологии, или препарата, и большие проблемы будут у врача. Оффлейбл использования лекарств. Например, написано туда-туда-туда можно, а там еще не... А он работает как раз в новой сфере. Что с этим делать? Врач будет, если данный препарат не только не используется, но и нет по нему научных исследований. Есть же еще особая ситуация, когда научные медицинские организации, они проверяют там действенность или проверяют... Я не очень понимаю сейчас. Есть научные исследования? Есть. Вот сейчас то, что Бадман Николаевич говорит. В мире. В мире, разумеется. Да, и... Конечно. У нас нет. Этого недостаточно тогда. Тогда врач будет нарушителем. А мы тогда остановимся. Врач будет нарушителем. А вот сажали уже, что было? Расскажите, пожалуйста. Я очень хочу... У меня была ситуация... Константин как очень успеет, что это защищается. У меня была ситуация, я не хочу называть организацию, но у меня огромные, десятки случаев. Но вот применительно к этой ситуации. У меня была ситуация, когда использовали имплантаты в стоматологии, хорошие, американские. Это было лет 20 назад. И у нас еще тогда вообще было плохо с имплантологией. Не так массово. Наверное, самое такое... Не так массово. Но там уже было. Значит, к технологии придраться не удалось, потому что хирургическое вмешательство, все и так далее. Придрались именно к тому, что вот эти имплантаты имеют соответствующие документы. Они имели американские. Дружки не имели. А кто придрался? Пациенты подали в суд и выиграли. Уголовного дела не было. Выиграли много. Сейчас выигрывают много пациентов. Скажите. Например, мне просто интересно, сколько... 15 миллионов, 18 миллионов. Выигрывают, значит, редко риск бывает менее миллиона, это без морального ущерба. Редко. И выигрывают много. То есть, допустим, при стотысячном лечении выиграть миллион-полтора, не хочется говорить, не проблема, но, скажем так, реально. Ну, вот вам и потребительский терроризм. Реально. Причем еще можно врача пугать уголовной ответственностью. Это называется потребительский экстремизм, я это называю злоупотребление права. Вы знаете, давайте мы вернемся к тому, что у нас есть... Качнулась, как-то вы сказали, как-то качнулась... А, нравственность у пациента, если упала, да, то имеет право. Батман Николаевич, но вот смотрите, все-таки возвращаемся к теме. Вот вам пример, да. Все-таки, все-таки, поднимая вопрос, был ли информирован согласие у Елены и как ей это помогло? А я не знаю, я думаю, что оно было. Я думаю, что оно помогло. Как? Так бы шесть лет дали, а так два. Понимаете, каждое формальное доказательство отсекает возможность предъявления претензий или предъявляя претензии... Я уже запутался. ...получить удовлетворение. Ну, например, отходим от лечения. Давайте так вот. Первое, лечение хорошее. Значит, давайте начнем все-таки с гражданского процесса, да, то есть проигрыш денег, в первую очередь. И так далее. Лечение, результат хороший. Согласия нет, можно говорить о том, что об этом не договорились, и данное вмешательство расценивать как нанесение вреда здоровью. Получать за это деньги. Я не буду сейчас... Схему... Да, не надо. Гражданский процессуальный кодекс позволяет осметить это в правовом плане. Осметить? Осметить, да. Ну, есть технология, как эта сумма рассчитывается и так далее. Дело тут не только в моральном ущербе, тут есть еще и действительно решение. Дальше. Второй момент. Изменено было лечение, соответствующим образом не оформлено. Результат хороший. Можно предъявить претензии и выиграть деньги. Следующий момент. Первые и вторые элементы есть. Тоже лечение хорошее. Не предупредили о возможных последствиях. Скажем так, не можем доказать, что предупредили о возможных последствиях, в том числе осложнениях и аллергических реакциях. Огромный выигрыш. Секундочку. Аллергические реакции вообще отдельным пунктом стоят в каждом... Не стоят они отдельным пунктом. Мы должны предупредить пациента о всех возможных последствиях. В том числе осложнениях, аллергических реакциях и так далее. Когда лечим один орган, могут проявляться, быть какие-то проявления в других органах. Правильно? А вот интересно, если это осложнение неизвестно? Если не предупредили, за это несут серьезную ответственность и выигрывают пациенты большие деньги. Логика там очень простая. Пациент говорит, если бы я знал о возможных последствиях, то я как разумный человек... Но это бы не пошел. Не пошел бы поэтому. А этот мошенник меня уговорил. Да, а здесь меня ввели в заблуждение. У него донтология, эмпатия хорошая. Следующий момент. Не можем доказать то, что услуга, ну то есть лечение, было закончено. Кто мне сейчас скажет, но в карте же написано, что закончено. Выписан. Односторонний документ выписан. Пациент говорит, не закончено. Врач говорит, закончено. 1-1. Что доказывает законченность? Некие гражданско-правовые правила, да вот? Подписать на что-то еще? Ну, можно и не подписать, но нужно, так сказать, уметь доказать, пока докончаем. Выдать выписан. Да? Пожалуйста, Патяна, а сколько вот в целом исков по стороне гражданских против врачей? Мы уголовные примерно знаем. Я могу сказать, что в среднем от тысячи доходит до суда от тысячи до двух тысяч в год гражданских исков. Это в масштабах страны? В масштабах страны, да. Это совсем мало. Не о чем. Давайте оставим эту цифру на... Вы поделите на регионы и на количество судей, и вы увидите, что это много. Но я не знаю, сколько не доходит до суда. До клинических, так скажем, разбирать суда. Вы знаете, но в принципе ситуация... Очень много вне судебных претензий, это решается вне судебного претензия. Патма Николаевича сказала очень интересную вещь, что пусть так и останется. И правда. Но, с другой стороны, я вам хочу озвучить 30% которые доходят до уголовной ответственности врачей. Не до уголовной ответственности, а до уголовного преследования. Именно. Как нам себя обезопасить? Значит, чтобы нет, чтобы себя обезопасить, нужно... Медицинский работник должен понимать две вещи. Первая вещь. Существует ответственность гражданская, и это в первую очередь клиники. Клиника может потом регрессно, если проиграла, кстати, взыскать с врача. Что происходит? Уже не так часто. Но происходит. Это первое. А второе, существуют претензии к врачу. То есть, если уголовные какие-то претензии, регулируемые уголовным законодательством, то у нас уже клиника не участвует в качестве обвиняемого. Это конкретный медицинский работник. То есть, физическое лицо. Он остается один на один со следователем или дознавателем. Что защищает? Такие преследователи есть в мире, в принципе? Что защищает? Защищают от гражданской ответственности и от уголовной одни и те же документы, которые мы в большей части перечислили. Я же показал, что делали на Миню и Бессюрин не защищают. Нет, конечно, Константин. Потому что при уголовной ответственности не защищают никакие документы, если у следователя есть свое установление. У него есть план и предупреждение. У него есть план и предупреждение. Дальше следователю. На ту экспертизу, которая его не устраивает, он плюет, а подтаскивает любого интерна и кого угодно, который ему напишет правильную экспертизу. Более того, наверняка у следователя есть врач, которого он в свое время отпустил и держит у себя его. Игорь Семенович, вы ответили за всем. Оперативный работник. Вы зря смеетесь. Вы ответили на этот вопрос. Дальше. Сам следователь выводы сделать не может. Потому что ему нужны люди, которые обладают профессиональными познаниями. Значит, будет экспертиза. И он, опираясь на эту экспертизу или экспертизу, уже, соответственно... Послушайте, а можно честно? Готовься обвинять на заключение. Дорогие коллеги, у меня вопрос. Знаете, вот было не так давно дело относительно ребенка. Какого? Пьяный мальчик. Пьяный мальчик. Экспертиза. Да, была экспертиза тоже. Меня взбесило все в этой истории, честно, абсолютно. Медицинское сообщество тоже все. Всем было все понятно. В открытую. Как можно было допускать это судьей? Он же понимал, на что он идет. Зачем? Не думал даже головой. Вы знаете, я не готов сейчас защищать судью, но я вам должен сказать, вот я судья. Если я вижу медицинское заключение, для него это... Он же не специалист. Было заключение государственной судебно-медицинской экспертизы. Я постановляю решение. Теперь, что там было в экспертизе, да, там надо разобраться. Так вот, вопрос-то часто уходит в то, вот правильно говорит Павел Яковлевич, а кто эксперты? И насколько они честно выполняют свою работу? Именно. Жить в обществе, быть свободным отопием, что нельзя ни в чем. Я с этого и начинаю, что нужно создавать орган. Больны тем же всем. Орган не создается. Не получается создать такой орган. Законодательство... Берем судебный уровень. Давайте берем досудебный и судебный. Давайте возьмем судебный уровень. Как действует суд? Суд, выслушав предложение сторон, должен судья по этим предложениям, там характеризуются эксперты, экспертные организации, он должен выбрать наиболее независимых, наиболее достойных и назначить им проведение экспертизы. Это не обязательно государственная экспертиза. Как делает судья часто? Он назначает экспертизу туда, где быстрее. Конечно. Потому что у него сроки. Быстрее. Там нет теории заговора. Он знает, что эти работают быстро. Это не важно, что приходят три интерна. Я вот почти не шучу по поводу трех интерна. Я могу суды и называть конкретные... Потому что не надо объяснять теории заговора, то, что может быть объяснено подлостью и идеализмом. Здесь нет теории заговора. Но там быстро. Да ну, да ну. Вы сейчас говорите. Я даже коррупцию сегодня вообще не трогал. Теории заговора? Нет здесь теории заговора. Нет здесь теории заговора. Просто у него есть план. Просто это быстро. Судья загружен, он знает, что здесь сроки все будет... Он туда назначает. Они быстро отрабатывают. Они дают ему вот такой объем. Красивый, да. Все вшито. Красивый объем. На цветном принтере вы видели все. Я читаю периодические экспертизы. Идет исследование дела. Посмотрел. Мы знаем, кто проводил. Мы не врач. Мы знаем, кто проводил. Да. А так все-таки семья есть. Разумеется. Да. Но через год они... Им объяснили и донесли так, что Елена это зло. Понимаете? Вот насколько у нас работает вот это все... Кто? Журналист? В том числе. И в принципе, большому счету... В том числе. Да. А мне интересно другое. Там было минимум две экспертизы. Там было минимум две экспертизы, если верить... Экспертизы после чего? Где было вскрытие? Давайте не будем сейчас... Там было минимум две экспертизы. Там экспертиза была по медицинским документам. Вот то, что было в открытых источниках. Две экспертизы. Мы не специалисты в этом деле. Мы даже документы никто не видел. Вернемся... Давайте вернемся к нашему случаю. Да. Получили мы экспертизу интернами, не интернами, неважно. Быстрыми. Не нравится. Быстрыми. Много некачественных вещей. Дальше. Как можно суду доказать? Надо суду принести документы, подписанные врачами, уважаемыми. Я обычно это называю рецензией. Чтобы уговорить суд провести повторно или дополнительно, я должен судье доказать, что противоречие, не все это и так далее. Нет, у него время-то есть, но я должен обоснованно сказать, что есть сомнения. Я ему должен принести документ от других опытных врачей. Я, как они... Допустим, я защищаю клинику. Я должен принести эти документы. Я беру эти материалы экспертизы, начинаю бегать по врачам. Ну, которые вот... Не бы жители. 0,1%. Вот. Они мне должны написать рецензию. Буквально 2-3 странички, не больше, не вот эти 100. Но они должны обратить внимание и подписаться, что вот я, как специалист, отмечаю вот эти моменты, и поэтому решение, постановленное судом, оно является спорным, неполным, оно неправильным и так далее. Как вы думаете, смогу я найти специалиста под эту рецензию? Даже за деньги, потому что это платная работа. Это очень, я не думаю, я знаю, это очень сложно, но здесь есть проблема. В этом деле, в конкретном, в Леониде, два таких специалиста нашлось. Бывший министр здравоохранения, главный вообще человек, организовавший гематологию в стране. Ей повезло. И главный военный гематолог этой страны. Но мы рассматриваем тенденцию. И обе эти экспертизы были отвергнуты судом. И их просто отвергнули. И просто сказали, извините, мне не интересно. Вот об этом я и говорю, что суд не может, не должен отвергать экспертизу людей, которые вот есть, сделали экспертизу небожителей, и суд не может отвергать их экспертизу. Там есть другая проблема, Игорь. А можно я вам скажу? Я прошу прощения, там суд принял, суд принял экспертизу еще одного, третьего небожителя. Там был еще один небожитель, про который все забывают. Вот как только я получаю на экспертизу, назначенную судом, рецензию небожителя, если первая инстанция мне отказывает, то апелляция, которая вообще, апелляция же это вошел-вышел, 10 минут, то апелляция часто поддерживает меня и прокурор тоже. Ну вот, слава богу, здесь будет апелляция, 5-го числа будет суд по этому. Слушайте, Павел, кто небожители? Я к небожителям отношу человека, который проработал 20 лет по этой врачебной специальности. Уже для меня небожитель. Серьезно? Да. Или врач, проработавший более 20 лет, кандидат наук. Или врач, который, так сказать, проработал там 15-20 лет, но у него есть там какие-то доклады, это я же его характеризую. То есть это не обязательно... Я и у вас объясняю, в чем проблема с экспертизой. Я вам покажу врача с огромной, и не одного врача с огромным врачебным сроком, не будем называться опытом, да, опытом, сроком, называйте это как угодно, которые не в курсе абсолютно современных тенденций, не понимают, чем лечить сейчас, не читают западную прессу, не знают протоколов. Ну, покажите, но мне нужен врач, который это знает. Так я вижу, что медицинское сообщество должно хоть как-то сейчас определиться и попытаться договориться. Ну, я опять же, это иллюзия. Ну, я вам должен сказать, что двигаться надо в этом направлении. Я работаю в определенном там общественной организации, которая представляет из себя сообщество. Он работает со стоматологами. Наши стоматологи по-настоящему... Я работаю не только со стоматологами. Я с ними работаю больше. Преимущественно. Я работаю не только со стоматологами. У стоматологов просто проще что? Стоматологи, они все передовые по-настоящему. Не все. У нас самая передовая специальность в стране, ну, преимущественно. У нас самая передовая специальность в стране, ну, преимущественно. У нас реально к нам люди из-за рубежа ездят лечиться, потому что качество такое же, цена в три раза ниже. У нас самые передовые медицинские технологии в России, это стоматология и ЭКО. Две основные области, где мы впереди, если не впереди планеты всей, то как минимум рядышком. Все остальное у нас на 20 лет отстает. И в итоге получается, что мы реально появляемся в ситуации, когда человек с регалиями, профессор, доктор наук, академик всех академий, директора института, на поверку оказывается совершенно неориентирован в минимальных... Славян, что мы говорим не об этом. Мы говорим не об этом, можно я уточню? Мы говорим о защите врача. Я вам объясняю, для защиты врача, даже в случае неблагоприятной судебной экспертизы, мне нужно убедить судью, что там есть не все... Для этого мне нужен ваш личный линкор вообще шикарный, чтобы он написал, что есть проблемы. А если с той стороны есть академик? Пожалуйста, академик воробьем. А если с той стороны есть академик, и с моей стороны есть академик, все равно это сомнение я. А Джокер бьет тус? В этой ситуации я беру по возможности две рецензии. И более того, я знаю, что нет ничего более сильного, чем убедить судью, если судья заслушает автора рецензии. Так они были у вас две. Вот, подождите, подождите, парируйте, пожалуйста, академик воробьем. А как это было возможно? Нет, для того, чтобы судья сказал, хочу послушать, я знаю, что я что должен сделать? Я должен обеспечить явку, чтобы он уже был в коридоре. Вот я не знаю, заслушает судья или нет, но у меня человек в коридоре. Так в этом проблема, они пришли оба, и Руковицын, и Воробьев были на суде. Это самые высокие чины, за исключением академика Садченко, который там не участвовал и не был. Я обеспечу стандартные фразы, я не знаком с материалами дела, но я это не видел. Если бы я это видел, я бы, возможно, обратил внимание на какие-то другие вещи. Расскажите нам какой-нибудь хороший, позитивный кейс, пожалуйста. Мне вообще нравится решать все не судебно. Притом я сталкиваюсь в основном с делами, когда лечение хорошее. Да. Вот понимаете, вы все время говорите про врачебную ошибку, врачебную ошибку и так далее. Мне не попадается, или я, может быть, сам сознательно не берусь за эти дела, где врач, как вот мои молодые коллеги говорят, накосячил. Может, вы просто про это не знаете? Я понимаю, что сейчас вот совсем не в те ворота, но тем не менее, по вашему ощущению, в процентном соотношении студентов, выпускающихся сейчас из медучилищ и институтов, простите, они насколько профессионально могут действительно работать врачами, и сколько из них профессионально готовы к работе, да? Потому что я не просто так спрашиваю, это то, что ждет юристов и суды завтра, когда эти, те, кого выпускают сейчас, на мой взгляд, с чудовищным уровнем общего образования, завтра начнут косячить. 10-20% максимум. Пашка, 20-20%. 10-20% нормальный, да? 10-20%. Вы знаете, я вам отвечу, у меня... 80% это клиенты юристов и судов, да? Я вам готов ответить, у меня был Родионов, Антон, буквально несколько дней назад, он ответил, что 10%. Вы сейчас о чем спорите? 80% это уже катастрофа. 80% врачей, выпускаемых сейчас вузами, они не готовы быть врачами. Вообще, если быть точным, все, кто выпускается вузами, 99% и даже 100% не готовы быть врачами, если быть точным. То, что они сейчас идут сразу в поликлинику, то, что государство делает сейчас и посылает на 3 года в поликлинику участковыми врачами вчерашних шестикурсников, это убийство. А что тогда, а теперь что делать пациенту-то? Вы не понимаете другого, что человек вообще крайне живучее существо, его вообще достаточно сложно убить. Давайте мы вернемся все-таки к теме защиты. Нет, подождите, а вот сейчас тема нападения, а не защита. Что нам, как пациентам, делаем государство? Тема очень честная, на самом деле. Тема честная и то, что мы озвучили, то, что мы честно встречаемся сегодня. Потому что есть проблема, но, исходно, вот есть порядочные врачи, условно, 7%. Да непорядочные, делаем их порядочные. Хорошие, профессиональные, достойные. 7% врачей, это выпускников, на самом деле. 7% достойных врачей, которые готовы работать, готовы спасать. А можно я еще как пациент скажу? А еще мне печаль, поскольку мы стоим на пороге того, что будут законодательно внесены какие-то изменения о врачебных ошибках, да, и тут хочется всех призвать, в первую очередь юристов и медиков тоже, не навреди, не навреди в каком плане. Я хочу, чтобы врач не боялся рисковать. Пусть эти вот 7%, которые там у нас готовы быть врачами, но вот если без деталей, Бадма, не даст соврать, у меня случаи, которые относятся к 1% в мире таких, даже меньше, вот то, что со мной происходит, да. Значит, получается, нет протоколов этого лечения, нет, вообще непонятно, что делать. Но если я нахожу людей, которые готовы рисковать, а если человек, вот будет мне врач говорить, я не буду этого делать, потому что вот там нет этой бумажки, этой нет, и вот как бы сидим и ждем, а чего мы сидим и ждем, а можно поступить по-другому. Вот я за врачей, за то, чтобы я как пациент осознанно разделила с ними риск. Интеллект у вас слишком высокий. Ну, нет, дело не в этом, может быть, как любой человек очень хочется жить. Наша следующая тема – лоботомия. Если вы хотите. Я могу сказать, можно было защитить врача в этой ситуации. Вы должны убедить врача, что у вас не дрогнет нравственность. Вот. Это ключевое в принципе. А что вы называете трогающей нравственностью? Либо защитить, ну, как-то врача, который готов идти дальше. Это тремор нравственности. А потом, тем не менее, предъявляю претензии. Константин, расскажите, ну, вот кому-то из врачей наших хоть повезло… Ну, давайте помочь. Я не могу понять. Или тут все плохо опять? Нет, врачам, что значит повезло или нет, с вами повезло. И врачи прекрасно, достаточно уверенно решают задачу. Даже когда мы видим, что иногда судья не очень нас любит. Или когда мы видим, что неудачно складывается. Если вот те рекомендации, да, вот то, что я вам сказал, мы реализуем с очень большой степенью вероятности, мы отстаиваем нашу позицию. Но вот это отстаивание повезло, вы поняли, это очень нудное, совершенно незрелищное, технически, совершенно занимающее время, работа. Вы знаете, я вот хочу, я сегодня Бадму видел с утра. Врачи ненавидят. Как хирурга. Он должен сам отстаивать свою позицию? Или все-таки клиника должна отстаивать позицию? Адвокат должен отстаивать. По гражданскому делу, конечно, клиника, но вообще адвокат должен отстаивать. Ну, по факту. Вот как это происходит-то? Нет, отстаивает клиника, нужен профессиональный защитник, потому что он знает правила игры. Профессиональный защитник может даже не бегать с доверенностью, но он должен консультировать. Краткий случай, сказать, вот был случай, пациент, все у него было хорошо, но потом у него тремор нравственности, захотел вот это, вы сделали это. И пациент осознал, раскаялся, где удалось доказать или получить как-то преимущество, сказать, что это вообще, это придумки, фантазии, конфабуляции. Если даже нет документального вот этого оформления. Нет, все даже оформлено, если приятно. Нет, если все оформлено, вероятность очень велика, более 90%. Что все хорошо будет. Хочу обратить внимание врачей на что. Запланированный результат замечательно, согласие, из которого желательно письменно вытекает. Какие будут результаты, ну параметры, вероятность этих результатов обязательно. Потому что пациент не слышит, что вероятность 70%, он слышит, что 100%. Конечно, конечно. Вот. И самое главное, возможные последствия и осложнения аллергических действий. Сколько раз в жизни видели идеально оформленную документацию медицинскую? Ни разу. Вот. А теперь какие косяки-то у нас случились? Что вы плохо сделали? Вы плохо делаете, вот здесь мы вернемся к медицинской карте. Вы плохо заполняете медицинскую карту. Обращаю ваше внимание, не объемно, а плохо. Хорошо не значит объемно. Значит, что плохо в медицинской карте? В медицинской карте плохо собран анамнез и описан текущий локальный статус. Описываю. Потому что, по логике, есть ли этого в присборе анамнеза нет. Вот первичный прием. Я не все сметообразоваю. А потом, когда возникает претензия, выясняется, что, допустим, есть какая-то патология, аномалия или какие-то отклонения, которые явно были, значит, раньше, но они не отражены, значит, они приобретены во время лечения. Красиво. Точно. И не продираться, что... А так и прокатывают в суде. Это первое. Значит, на сбор анамнеза и вот грамотное описание вот этого локального статуса обращают врачи внимание не очень. Хотя все вот стандарты, особенно протоколы, клинические рекомендации, там есть этот так называемый чек-лист. Ты по нему пробегись, по одному слову напиши, и формально ты уже тогда прав. Хотя, по сути, вы понимаете, мы же сейчас формально берем, да? Мне 30 минут на приеме хватает. А как государство... Это очень важно. А в институте этому учат вас? Вот я и хочу сказать, что... Безусловно, безусловно. Как мне студенты, мне говорят преподаватели, в том числе профессора медицинских вузов, учат очень взлет-посадку, очень сдержанно. Так же, как вот правовые вещи тоже взлет-посадка. Документы пишут для прокурора. Если бы вы знали, как у нас учат пилотов, тогда мы бы сейчас про медицину не разговаривали. Про пилотов не знаю. Теперь, в следующий момент по поводу карты. Значит, где-то, но в том числе в карте желательно, чтобы был план лечения. Значит, я могу сказать, в 50% случаев, с которыми я сталкиваюсь, план лечения не находитесь. Константин, можно ли вопрос? Извините, ради бога. Бадма говорит, что у него 30 минут на пациента не хватает, да? В государственных учреждениях сколько на пациентах относятся? 12-15 минут. 12 минут, по-моему. Скорее, знаете, сколько? Так, ну, давайте не надо. Сейчас южный... Ну, скорее, другой метод абсолютно. Еще меньше знаю, но мы же сейчас говорим не об этом, мы же сейчас говорим о том, что... За эти 12 минут врач обычно, как вы говорите, 20 лет опыта. То есть компьютер он в глаза увидел совсем недавно. Даже если он его умеет им пользоваться, то тоже. Не-не-не-не-не, на самом деле сейчас полно врачей, которые вот одним пальцем сидят. Слушайте, а сейчас искусственный интеллект будет собирать анамнез, да? Это уже 30 лет опыта. К этому уже идем. Это и Сергей Павлович Морозов так считается. Нет, ну, у меня с нами работают более 30 лет, я так буду бедно, в общем, считаю себя не самым лузером среди пользователей. Хорошо, но врач... Хотя сын считает по-другому. Тем не менее, у врача нет на это времени, да? И врач, особенно в государственных клиниках, вообще об этом не думает. Но мы сейчас... Хорошо, да. Где мы сейчас говорим не про это? А как реальности приблизить? Можно я про карту? Да, да. Очень-очень, прям жизненно важная. Опять же, независимо от объема, хороший локальный статус, привод сбора анамнеза, значит, план лечения, хоть коротко. Потому что часто судья спрашивает. Вот судья, конечно, в специальных документах не разбирается. Он же не врач, да. Но когда он не видит там вообще ничего про план лечения, у него законный вопрос, а почему, собственно, от чего лечить? Сюда Шалман у вас тут такой-то, да. Дальше, значит, следующий момент. Отметки о том, что даны рекомендации пациенту. Вот просто фраза «даны рекомендации». На каждом врачебном приеме врач дает рекомендации пациенту. Почти всегда. Приди на следующий прием. Почти всегда. Нет, всегда что-то есть. Если фразы «даны рекомендации» нет формально, когда эксперт работает, или что-то работает. Ну, как-то, как-то мы... Как-то. Я хочу, знаете, вот... Так все просто, Константин, вы же хотите от меня сложного рецепта. Да, я хочу услышать, то, что мы берем врача к общей группе вот... У меня все рецепты простые, эффективные. Пишите карту для прокурора. То есть фраза после каждого врачебного приема, что были даны рекомендации. Потому что если этой фразы нет, можно оспаривать. А разъясняли пациенту? Если я прописал лекарство или свечку какую-нибудь, это рекомендация? Да. Ну, то есть... Сразу же. А если в другой клинике кто-то усилил и не прописал эту даметку? Ты должен предупредить меня, что, прописав эту свечку, у меня может наступить аллергическая реакция, и, несмотря на то, что это свечка, у меня может случиться, например, отек к вимке. Если это не прописано, а я начал задыхаться... Не, ну, аллергия... Сколько вы говорите, Константин сейчас можно с него получить? Нет, ну давайте мы возвращаемся... А если мы вцапите меня в приемах? Давайте мы вернемся к правовому приему. Это если у меня... Между прочим, не смешно. Вот это очень важный момент, да? А притягиваемся к правовому приему. Если у меня дрогнет рабственность, и ты мне посоветовал что-то в... А я так много советую. В мессенджере, да, что ты мне столько советуешь. А у меня потом... Кстати, про мессенджеры. Кстати, чуть к слову, про мессенджеры. Пациенты с врачами замечательно переписываются по мессенджерам. Сердечки, к слову. Телемедицина. С эсэмэском, электронной почте и иным каналам связи, что потом замечательно используется против клиники. Это является доказательством в суде. И даже часто бывает без официального запрашивания оператора о том, что это имело место или нет. Вот эти вот скрины, которые... Да, да, да. Судья принимает сразу. Вот сейчас все эти новые, которые в Москве появились, доктор там был... Телемедицинщики. Это не совсем телемедицина, но да, это можно говорить с доктором, вот с телефона, включаешь, тут же тебе доктор дает консультацию. Можешь видео, можешь не видео. Это как законно? В 96-м году у меня было несколько уголовных дел, когда один врач советовал другому по телефону. А потом... А потом... А потом этот врач был одним из организаторов, это называется подстрекательство к преступлению. Он проконсультировал, они сделали, возникла негативная ситуация, родственники были активны, или человек, значит, выживший, но пострадавший активен, пишет заявление. Врачи говорят, что, а что мы, вот целое там зав. отделение, кандидат наук нам, вот. У нас сейчас это дело выиграет, дело Ругина, который по телефону... Вот я вам рассказываю реальную практику. Пытался помочь. Вот реальная практика. Это реальная практика. Дело Ругина, который по телефону, гениальный акушер-гинеколог, там, неонатолог, он даже, по-моему, не гинеколог, пытался помочь реанимировать ребенка 600-граммового. У меня ситуации все были тоже из гинекологии. И по телефону в Калуге где-то это все происходило, ребенок умер, его сейчас обменяют вообще в убийстве. Я вам объясню, потому что такая практика в России уже есть, и там уже понятно, как технически это вот... Ну, понятно, что понятно. А, прецедент был создан, да? Нет, подождите, подождите, а как тогда будет развиваться это все? Ведь действительно это очень удобно. Ну, там, в случае Вадми Николаевича, может, не очень удобно на горло показать врачу. Я там не видел детальный материал, и ко мне уже... Нет, я там не видел детальный материал, и ко мне обратились, И когда уже дело было в суде, и когда я стал задавать вопрос, а вот это сделали, вот это сделали, опять вот из этих вот простых доказательств, которые, кажется, но они такие простые, что делают... Слушайте, ну я вам могу сейчас показать, вот у меня американские... Не надо, не показывайте. Показываете горло, да, камера в высоком разрешении снимает, врач принимает на основании этих снимков какое-то решение. Ну, они все равно нормативно как-то решили эту проблему. Я не знаю, я у вас спрашиваю. Сколько все... Я не знаю, как в Штатах это решили. Нет, вот это у нас теперь работает. Нет, у нас пока это... Как это нет? Информационная услуга, не медицинская информационная информация. Если у нас, подождите, если у нас это работает, и практически вот то, что вы делаете, можно признать медицинскими вмешательствами. Медицинское вмешательство, это не обязательно инвазивное. Да. Ну инвазивное, врачи знают, нас врачи слушают сейчас. Вот. В данном случае это типичное медицинское вмешательство. Консультация, как минимум, уже нет вмешательства. Значит, сразу задаю вопрос. Каким образом вы даете согласие? Там есть, да, там нажимаешь кнопку. А, там электронно как-то решена проблема вашего согласия. Тогда, думаю, что проблем никаких. Сколько времени на каждое дело уходит? Длится первая инстанция минимум 6-12 месяцев. Как часто врач нужен? И плюс вторая инстанция, всегда апелляцию проходим, еще месяца 3-4. Врач с вами постоянно, 12 месяцев, каждый день ходит на эти виски. Живет, врач Николай. Нет, никто постоянно не живет. Это все не каждый день. Это от слушания к слушанию и так далее. Можно я про карту закончу? Еще есть пара рекомендаций. Да, это очень важно. Значит, по поводу вот этой фразы данной рекомендации, напишите после каждого врачебного приема. По моему мнению, не пожалеете. Хорошо, давайте подытожим. А можно, Казани, один момент по карте. Вот сейчас Казани закончится, а я по карте скажу. И последний момент. Приветствуется в карте, когда пишет врач, глаголы. Врачи перестали там писать глаголы. Любые. Сделано, реализовано, поставлено, закончено и так далее. Глаголов сейчас я в картах не вижу. На это очень плохо реагирует и суд, и эксперт. Глагол мы поставим, Павел. Относительно глагола. Глаголы сжечь сердца людей. Я просто сейчас скажу, я недавно был в Италии. Жалуетесь или хвастаюсь? В одной хорошей больнице, такой крупной, которая занимается кардиохирургией, диабетической стопой. И там возник вопрос. Мы когда обсуждали с итальянскими коллегами процесс лечения сложных пациентов, заодно попросили документацию, интересно было посмотреть. Получились такую пачку бумаги по пациенту, которую они называют историей болезни. Вот такая пачка, реально, человек два дня находится в больнице. И я ему задал вопрос. Я вот сейчас коллегам задам тоже вопрос, чтобы был понятен ответ. Мы для кого пишем карту медицинскую? Прокурора, конечно. Для прокурора, да? Вот это что мне итальянец ответил, знаете? Что? Он говорит, я пишу карту медицинскую, что значит для кого? Для своего коллеги. Чтобы он прочитал и понял, что я делал с пациентом. Я говорю, подождите, а мы пишем для прокурора? Он говорит, а прокурору это зачем? Он говорит, мне не важно, что там прокурор думает. Я должен написать так, чтобы когда этот пациент придет к моему коллеге, я ему переслал как бы информацию, у него на диске будет информация, он включил и понял, что я на самом деле с ним делал, правильно ли я его обследовал, достаточно ли я его лечил, хорошо ли я поставил диагноз и что было за лечение. Чтобы он учитывал это, назначая лечение в дальнейшем, не повторял моих ошибок, не действовал как бы повторно, а действовал продолжая лечение данного пациента. Я говорю, ну послушайте, а если это будет там судебное дело, какая-то история, тяжелый пациент, он говорит, слушайте, ну судебное дело я буду разбираться в своем медицинском сообществе по той же карте, конечно. Но моя основная задача сделать так, чтобы она была написана наиболее полной, наиболее качественной для того, чтобы меня понял именно тот, кто будет лечить за мной этого пациента. Никакого прокурора говорит, я вообще не вспоминаю, о каком вы говорите. Он лукавит. Да, и очень важно, вот сейчас... Я не лукавил. Проблема нашего сообщества в том, что мы все живем с оглядкой на прокурора. И врач не может жить, постоянно думая, потому что врачи это особая каста. Да, при всех проблемах, которые у нас в стране существуют, это проблема врачебного сообщества, которая должна изгнать из своих рядов вот то, что сейчас нельзя выпускать, скажем так, в клинике. Давайте кратко тезисно сейчас. Тезисно я и заканчиваю, да? Мой тезис, в первую очередь, вывести из-под уголовного наказания, четко прописать законодательство, и я понимаю, что это утопическая идея, но работать с экспертным сообществом. Плюс просветительство и в институтах медицинских, и пытаться просвещать нашу несчастную публику. Потому что до тех пор, пока публика будет держать врача за убийцу, будет социальный запрос, и этот социальный запрос будет с нашими органами отлично отрабатываться, потому что популизм есть популизм. До тех пор, пока эти проблемы не будут решены, вы можете обложиться прекрасными адвокатами, я ничуть не умоляю вашу работу, и да, в каких-то случаях это поможет. Но, как у нас, к сожалению, повелось, был бы человек, дело найдется. Да, спасибо большое за мнение. То, что вы на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Да, да, ваше мнение, пожалуйста. Я как пациент абсолютно разделяю вашу точку зрения, в общем, приветствую врачей рискующих, думающих, и я за то, чтобы действительно как-то разграничить все эти вещи, чтобы не было наказания за то, чего, за то, где нет вины врача, да, вот я за это как пациента вступаю. Спасибо, Батман. Удивительная передача, у нас смешалось в кучу кони-любки. Несколько направлений мы обсуждали, естественно, громогласное и очень резонансное дело Елены Николаевны, но при этом мы получили очень такую четкую, практическую позицию от нашего коллеги и друга Константина Николаева, который опять вернул нас на скамью студенческую, сказал, что делать для того, чтобы как-то максимально снизить риски. Главное, что он скамью студенческую все-таки вернул нас, но при этом я отчаянно благодарен, естественно, Павлу за то, что, вот я еще раз повторю ту фразу, которую я сказал в куларах, что Пашу я знаю давно, и он меня давно знает, и как-то, ну, дружим-дружим, но все-таки великое, оно видно издалека. Я вот сейчас отстранился на этой передаче, и, конечно, у нас Паша вырос, ну, это просто могучий мозг медицины, который видит много вперед. Без Игоря ни одна громогласная тема невозможна, у Игоря есть право и талант быть социальным философом настоящим, это наша, и в том числе и совесть, и иногда и критика, и шарм. А также все остальные диагнозы нашей пути. Да, все по телефону, и Оля, это наша победа, находка, я считаю, что в следующей передаче любые какие-то на социально важные темы, они без пациента не могут быть как таковы, иначе это игра в одни ворота, и какой-то такой, нам такой футбол не нужен. Но, Павел, Бадма подвел под вас, поэтому уже говорите, в принципе. Прям под грузом своего величия неожиданного, да, я себя, честно сказать, великим не считаю, наоборот, у меня комплекс самозванца, поэтому мне с этим проще. Но история заключается в том, что нам надо действительно, мое мнение, по глобальному вопросу, нам нужен отдельный врачебный кодекс, описывающий все проблемы, которые могут случиться между врачом и пациентом, и четко разграничивающая ответственность между врачебной ошибкой, врачебной халатностью и прочими ситуациями, которые могут случиться в процессе работы врача и пациента, а также тотальная реформа медицинского образования с дальнейшим форматированием, реформированием всей медицинской системы, передачей власти от государства врачам. И тогда... Вы знаете, то, что сейчас я прошу прощения, то, что сказал Павел, у нас был в 70-е годы, на конкурсе политических анекдотов победил сантехник, который сказал, что надо менять не трубу, а всю систему. Абсолютно, вот под каждым словом Павла подписываюсь, без реформы системы полностью, без лечения больного полностью точно так же, да, это, к сожалению, изменительно. Это называется сейчас комплексный интегративный подход к медицине. В данном случае к здравоохранению и законодательству. И, пожалуй, ваше мнение самое главное. У меня два момента. Я полностью поддерживаю, что на таких передачах должны присутствовать пациенты. Потому что присутствующие пациенты – это всегда некий компромисс и некое нахождение общих точек. Это первое. Второе. То, что касается защиты врачей. Врач просто должен понять, как и любой медработник, иногда не надеясь на администрацию, что есть некие правила игры в врачебную специальность, которые выходят за собственные медуслуги. Он должен эти моменты понимать, и тогда он не попадает в неприятности с очень большой степенью вероятности. Я от себя хочу сказать только одно, пожалуй, то, с чего мы начинали, по большому счету, дорогие друзья. Увы, сейчас общество, можно вспомнить, 37-й, 55-й год. Как угодно сейчас. 53-й. 53-й, прошу прощения, да. Вы тогда жили, а мы-то просто помолодали. Да, да. Вам везет. Но самое главное в этой истории, то, что пациент и врач – это друзья. Ну, хотя бы знакомые. Да. Это очень важно. Не должно быть вот этого резонанса, не должно быть вот этой обиды, оскомина, которая нас ругает, разъясняет. Давайте жить дружно. Нет. Главное помнить. Хочется, чтобы мы друзья, но смайлики, оказывается, нельзя друг другу посылать. Хочется, чтобы мы, как врачи, умели говорить правильно, объяснять. С точки зрения этики, донтологии. Как пациенты приходили, я не пытаюсь, чтобы они улыбнулись, но хотя бы не хамили. Вот, пожалуй, на это. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...